В предстоящие выходные синоптики прогнозируют ночные заморозки. Усилится мороз на следующей неделе. В конце месяца можно ожидать и первого серьезного снега. Пока же столбик термометра уверенно показывает необычный плюс для середины ноября. На городских улицах заметное оживление, прогулки без шапок и в легкой одежде. Если ослаблен иммунитет, рано или поздно заканчиваются походом в аптеку. Сегодня на лекарства сезонный спрос. Подъем заболеваемости в Солигорском районе медики оценивают как низкий. За прошедшую неделю диагноз ОРВИ был поставлен 920 пациентам. Заболеваемости остро-респираторной вирусной инфекции, ОРЗ, у нас на стабильном уровне находится. Так не превышает вид показателей. Поэтому особого беспокойства эта ситуация у нас не вызывает. У нас информация о уровне заболевшей с диагнозом ОРВИ регулярно, раз в неделю предоставляется заместительного главного врача. Ситуация сдерживается и мы держим под контролем. Тем не менее, в аптеках уже сегодня достаточное количество лекарств. Прежде всего, белорусского производства. Запаслись все аптеки государственные, а их в районе 18 и коммерческие. При необходимости будет организована экстренная доставка со складов. Это противовоспалительные, противомикробные, противовирусные анальгетики, антибиотики, иммуностимуляторы. Самое опасное для организма – не подцепить грипп. Пик заболевания ОРВИ медики ожидают в конце января-начале февраля. Уже полвека во всем мире одновременно живут три типа вируса гриппа. Самый опасный – тип А. Именно он приводит к серьезным осложнениям. Чтобы не играть с вирусом в прятки, оружие против него придумали в лаборатории. Вакцинация. Впрочем, в этом году война не обещает быть масштабной. По сведениям врачей, в Солигорском районе прививку от гриппа сделали более 30 тысяч человек. Прививка от гриппа имеет все-таки смысл. И лучше, скажем так, привиться и перенести эту инфекцию в легкой форме, чем заразиться гриппом и получить какие-либо осложнения. И потом, ну, что называется, получить проблемы на всю ситуацию, вся жизнь. Бурное обсуждение у населения вызвало и последнее постановление Минздрава. Оно вступило в силу в середине октября. Отныне все рецепты фармацевты оставляют у себя. На каждый препарат необходим новый бланк. Лекарственные средства выписываются пациентам не только с учетом диагноза, возраста, порядка оплаты, но и с учетом доступности по цене. Это означает, что в первую очередь выписываются и отпускаются лекарственные средства отечественного производства, а также зарубежного, закупленные по результатам государственных процедур за ПАК. По мнению специалистов, такие меры позволят исключить самолечение. Покупать лекарства годами по одному и тому же рецепту не получится. И сразу предупреждают, перед походом в аптеку нужно заглянуть к врачу. Просто так будут продаваться лишь лекарства из специального перечня. В нем полтысячи препаратов, у которых нет побочных эффектов и ограничений для детей, пожилых и беременных. Понятно, что антибиотики в эту группу не входят. В помощь фармацевтам специальная компьютерная программа. На экране монитора препараты, которые входят в безрецептурный перечень, отмечены галочкой. На информационном стенде для посетителей представлен перечень лекарственных средств безрецептурного отпуска. При необходимости каждый посетитель может уточнить условия отпуска необходимого лекарственного средства. Аптеки получили письма с предупреждением о недопустимости нарушения закона. Как отмечают медики, в Беларуси самолечение стало весьма популярным. Во многом способствует этому реклама, которая обещает легкое выздоровление от одной таблетки и интернет. Все же самое дорогое – здоровье лучше доверить профессионалам.